В этот день 13 января родились Марис Полялок, французский дипломат, он оставил ценные воспоминания о работе послом в России. Василий Шульгин, депутат монархистской старственной думы Российской империи, идеолог белого движения, последние десятилетия жизни убежденный враг большевизма провел в советской глубинке. Лев Кулешов, кидрежиссер, создатель 13 фильмов и многочисленных пособий по режиссуре. Илья Левшиц, значительный советский физик-теоретик, соратник нобелевского лауреата Ландау. Женька жизненно умен, но совершенно не способен к творческому мышлению. А вот Илья дурак дураком, но физик талантливейший. Так в своем характерном стиле говорил ученый Лев Ландау о двух братьях, ставших знаменитыми физиками в области твердого тела. Левшиц младший и правда оказался физиком выдающимся. Сам великий Ландау признавал, что не написал бы своего многотопного учебника о теоретической физике, если бы не его трудяка-соратник Левшиц. А учебник этот знают во всем мире. Знаменитый Ландавшиц, так его прозвали по фамилиям двух авторов. Академик Левшиц решил вопрос определения энергетического спектра твердых тел. Впервые провел анализ фотонного и электронного спектра деформированных кристаллов. Вместе с учениками построил электронную теорию металлов. Илья Михайлович полагал, что физика и математика неотделимы друг от друга, поэтому посвятил немало времени изучению математики и достиг в предмете таких высот, что за консультацию к нему обращались многие коллеги физики. Если бы он остался жив, я думаю, он бы получил Нобеля. Современная теория твердого тела во многом просто обязана ему. Точно так же, как теоретическая физика неупорядоченных систем и физикополимеров и биополимеров. Хотя бы то, что его именем названо несколько эффектов, уже говорит о многом, утверждал один из коллег. А физик Каганов хвалил своего научного руководителя из-за автора по труду квазичастицы за педагогическую скромность, корректность и коммуникабельность. В его жизни не было великих событий. Великие события происходили в его голове. В этот день, 13 января 1681 года, состоялось Бахчисарайское перемирие с Османской империей, Русским царством и Крымским ханством. По итогам Бучачского мира, 1672 года территория правобережной Украины была разделена между Речью Посполитой и Османской империей. Которая не только контролировала часть земель, но и вела активную захватническую войну. В Подоле турки не церемонились. Местных жителей убивали и сдавали в рабство. Православные церкви меняли на мечети. Разобравшись с правым берегом, тандем османцев и крымских татар начал строить планы по захвату Левобережной Украины, которая на правах автономии присоединилась к Русскому царству. Необходимость защиты своих рубежей и оказание поддержки польскому православному населению привели к началу девятилетней русско-турецкой войны, которая закончилась подписанием Бахчисарайского мирного договора. По основным его пунктам, крымский хан получал от русских дань за перемирие. Турция же признавала за русским царством право на Левобережье. И Киев проводила границу между Османской империей и русским царством по линии реки Днепр. Казаки теперь могли свободно перемещаться под Днепру вплоть до притоков Черного моря. В целом, Бахчисарайские договоренности имели большое значение для будущих международных отношений, об условиях подписания вечного мира между русскими и поляками. 13 января 1811 года в Санкт-Петербурге на театральной площади сгорел Большой театр. Его восстановили семь лет спустя. Позже его здание передали Санкт-Петербургской консерватории. 13 января 1845 года началась восточно-прусская наступательная операция Красной армии. На Берлин. Под таким призывом Третий Белорусский фронт начал наступление на Кёнигсбергском направлении. Уже 14 января к нему присоединился Второй Белорусский, действовавший на Мариенбургском направлении. Целью тщательно продуманной операции было изолирование восточно-прусской группировки от основных германских районов. Несмотря на численное преимущество советской армии, препятствиями для скорой победы являлись не только большая авиационная база и развитая сеть оборонительных сооружений немцев, но и Мазурская линия озер, раскинувшаяся на 75 верст. В результате наступательной операции советские войска разгромили 25 немецких дивизий, взяли в плен более 220 тысяч солдат и офицеров, захватили и уничтожили полторы тысячи танков и штурмовых орудий, сотни самолетов. 13 января 1953 года начались аресты по делу врачей. Последний громкий политический процесс сталинской эпохи. Таким был этот день, 13 января.